Готы от гунов, армяне от османов, жители Волыни и Галичины от двух мировых войн. От революций и гражданских конфликтов, природных катастроф и нищеты. Люди снимаются с обжитых мест и бегут. Когда это становится похожим на переселение народа, мир начинает лихорадить. Беженцы из истории миграционных кризисов Хотя беженцы как явление имеет многовековую историю, но определение этого статуса в международном праве появилось лишь столетия назад. В 1922 году Лига нации, предтеча нынешней ООН, приняла первое в истории соглашение о статусе беженцев. Людям, не имевшим или утерявшим гражданство, выдавались так называемые нанценовские паспорта, которые позволяли свободно перемещаться по странам, признавшим этот документ. К 1942 году этих государств насчитывалось уже 52. Одними из первых, нанценовский паспорт, получили бежавшие от геноцида армяне. Всего же таких документов было выдано почти полмиллиона. Сегодня главным юридическим документом для вынужденного переселенца является конвенция о статусе беженцев 1951 года. Беженцы. История миграционных кризисов. По статистическим данным, сегодня наибольшее количество зарегистрированных в мире беженцев – это сирийцы. Примерно 7 миллионов человек или около трети всего населения страны, согласно переписи 2010 года. В основном бывшие граждане Сирии расселились в Турции, Ливане и Ордании, Ираке и Германии. Всего же сирийцев приняли в 45 странах мира. Для большинства беженцев путь к новому дому был и долгим, и дорогим, и полным опасностей. Контрабандисты перевозили вынужденных переселенцев через Средиземное море в Европу в среднем за 2500 долларов человека. Происходило это на судах, которые с трудом выдерживали долгий морской переход. Или не выдерживали. Только за 6 последних лет в Средиземном море погибло около 20 тысяч переселенцев. Беженцы. История миграционных кризисов. Столетия назад мексиканцы свободно переходили границу с США, чтобы устроиться в Америке на работу. Однако с началом Великой Депрессии власти Соединенных Штатов, обеспокоенные растущей безработицей, сократили легальную эмиграцию из Мексики в 20 раз, создав тем самым неистребимый контрабандный рынок по пересечению границы. Дональд. Еще в годы Корейской войны с 1951 по 1953 с севера на юг страны бежали около 2 миллионов человек. По окончании боевых действий границу между двумя Кореями закрыли, и проникнуть через нее стало невозможно. Оставалась открытой граница КНДР с Китаем, но бежать туда северокорейцы не видели смысла. Китайцы жили чуть ли не беднее, работы для пришлых не было, а по возвращении на родину беглецов, конечно, ждала тюрьма. Ситуация изменилась в начале 90-х, когда в Северной Корее начался голод, а экономика Китая стала планомерно расти. Точной статистики о числе беженцев из КНДР нет, но по оценке экспертов, их число может достигать 5 миллионов человек, или 1-5 населения страны. В первой половине 19 века ирландские фермеры выращивали преимущественно неприхотливую картошку. Она была и главным источником дохода, и основным блюдом в рационе. Когда, начиная с 1845 года, случился трехлетний кряду неурожай, в сельском хозяйстве страны разразилась катастрофа. Ирландские крестьяне, как правило, не владели землей, а арендовали ее. И тех, кто потерял возможность платить аренду, попросту гнали с земли. Тысячи земледельцев устремились в города, но и там не находили работы, и около полутора миллионов ирландцев в одночасье бежали в Америку. Уже через десяток лет четверть жителей восточного побережья США оказались выходцами из Ирландии. Сейчас в Соединенных Штатах проживает более 40 миллионов человек ирландского происхождения. 21 век в цитатах. Год 2013-й. После тщательного обсуждения я решил, что Соединенные Штаты должны предпринять военные действия против цели сирийского режима. Это не будет бессрочным вмешательством. Это не будет широкоохватной операцией на земле. Наши действия будут ограничены по продолжительности и масштабам. Но я уверен, что мы сможем привлечь режим АСД к ответственности за применение химического оружия и полностью исключить повторение таких инцидентов. Мы будем решать этот вопрос без одобрения Совета Безопасности ООН, который оказался парализован и не способен привлечь АСД к ответственности. Председатель Объединенного Комитета начальников штабов сообщил мне, что мы готовы нанести удар, когда захотим. И я готов отдать этот приказ. Американский президент Барек Обама о готовности США начать военное вторжение в Сирию. После Первой мировой войны на Западе была популярна идея создания новой части света Атлантропы. Получалась она путем объединения Европы с Африкой. Автор проекта, немец Герман Зергель, предлагал осушить Средиземное море минимум на 100 метров. Для этого море со всех сторон следовало окружить системой дамп и гидроэлектростанций. Дешевая энергия должна была помочь построить на обмелевших участках новые города. Что же касается Севера Африки, то он, благодаря протяженным каналам, превращался, по задумке автора, в плодородную зону с мягким климатом. К 30-м годам проект был прописан в деталях и казался вполне осуществим. Что, впрочем, категорически не устраивало руководство Третьего Рейха, у которого были совсем иные планы. В результате труды Зергеля оказались под запретом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...